Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Представляю вам неочередное видео. Так бывает, когда материал сам просится вперёд, что называется, вне очереди. И тогда я сама не понимаю, почему. Но интуиция не обманывает. Материал, видео и фото прислал зритель и соратник Александр Раздерихин. Снимал храм засыпанными подвалами где-то в той области, где он живёт. Мы это посмотрим. А моё внимание привлекло название городка Нолинск Кировской области. Храм Святого Николая. Этот храм мало того, что засыпан, как и сам город, Нолинск, но там при откопах грунта нашли много костей и они не кладбищенские, о чём будет видео именно Александра. Заглянула в Википедию по этому городу. Само название Нолинск говорит об нуле. Об нулении. Что же или кто же обнулил Нолинск или то, что там было. И, видимо, до обнуления другое название какое-то было. Возможно, кто-то из ведущих, посмотрев видео, напишет разгадку. Итак, Вики подтверждает мою догадку, да тут ещё несколько подсказок. Что нам скажет Википедия? Нолинск. Город с 1780 года в Российской Федерации, административный... В Российской империи, наверное, с 1780 года. Административный центр Нолинского района Кировской области образует Нолинское городское поселение. Город расположен на правом берегу реки Воя, приток Вятки. Вот интересное название Воя. От слова Воя. Воет. Воя. Воет. И пристани Медведок. Тоже интересное название. В 1612 году на берегу реки Вои, недалеко от впадения в неё речки Нолы, что значит пересыхающая. Вот оно, пожалуйста. Слово Ноль. Пересыхающая. Исчезающая, исчезающая, в небытие, Ноль. Началось строительство Вятского-Успенского-Трифонова монастыря. У подножия Крутого холма, где били ключи, монастырские крестьяне срубили первые избы погоста. Интересно, что Вятский-Успенский-Трифонов монастырь – это мужской монастырь. Вот монастырские крестьяне, то есть мужики, срубили первые избы погоста. Как говорит энциклопедия «Землевятская», началось освоение обширных, незаселённых земель. Вот вопрос. А что их сюда погнало в начале XVII века? И почему эти земли были обширные, незаселённые? Якобы пустая земля была. Значит, в 1668 году, спустя 56 лет, является датой основания Никольского погоста, за которым укрепилось название село Никольское Ноли. До 1764 года село принадлежало Вятскому-Успенскому-Трифоновскому, вот этому самому мужскому монастырю. И Никольский собор, вот он здесь на фотографии, о котором в этом фильме идёт речь, он тоже мужской. Итак, в 1823 году город пострадал от сильного пожара, но быстро восстановился. В 856-м выездном городе Нолинске, Вятская губерния, насчитывалось 4 церкви, 458 домов, 60 лавок. То есть уже сюда прибывают люди. И вот вопросом, заселяется этот город, откуда люди-то прибывают, если изначально он образован одними мужчинами, то есть это мужские монастыри. Откуда прибывают люди и почему, собственно говоря, они прибывают, и почему им не живётся на своих местах, и что это за народ. И в 1871 году в городе действовало 14 заводов, в том числе 2 кожевенных, 3 салотопенных, 4 пряничных и 5 водочных. Вот как интересно, на небольшой город 5 водочных заводов. Вот что, Нолинск был центром алкогольной промышленности, в детской губернии, или в каждом таком городке было по 5 водочных заводов. Вот тоже вопрос. Ну и кожевенные, и салотопленные. Это значит, животноводство было? И в достаточном количестве? Свиньи или свиноводство, что там было? Кожу выделывали, и сало топили. Но никакой информации больше об этом нет. Никаких подробностей. Что еще для нашей темы интересно по экономике? Месторождение торфа, известняка, щебня и красной глины. Месторождение красной глины. Да еще хочу обратить внимание, на берегу реки Воя, недалеко от впадения в нее речки Нолы, что значит пересыхающая, началось строительство Дятско-Успинска. Вот и название Нольск. Сколько речек пересыхающих? Почему не по названию Воя или еще по какому-то названию? Почему город получил название от какой-то пересыхающей реки? Сколько пересыхающих рек, но названия они такие не получают от слова Ноль. Возможно, здесь еще какой-то смысл заложен, который надо искать уже там, на местности. Возможно, в местных исторических где-то закромах есть известие, почему именно Ноль, Ноль, от слова Ноль. Это слишком значимое слово по этимологии, оно слишком сильное, математическое, чтобы просто так вот назвать новое поселение от слова Ноль. Итак, Нолинск, Кировская область. Со спутника здесь тоже есть некоторые странности. Конечно, надо местным жителям смотреть. Если город был распланирован при Екатерине, возможно, следы звездчатой крепости. Вот здесь просматриваются стадионы рядом. Обычно с крепостями или на месте крепостей стадионы строят. Река рядом, так что звездчатая крепость могла быть. Вот есть тут некие моменты, параллели. Еще вот такой угол острый у реки. Конечно, русло река могла менять, но вот эти ровные углы, ровные линии вызывают подозрения. Нолинск, старый альбом. Вот интересный сайт, которым как раз можно сравнить фото, между которыми есть 100 лет разницы. Конца 19-го, начало 20-го века Николайский собор значительно разрушен, закрыт в 37-м году, с 2010-го восстанавливается силами местных жителей. Вот мы смотрим старые фото и современные фото. И мы видим, что никакого культурного слоя и просаживания зданий не наблюдается за 100 лет. Вот как стояли здания, так и стоят. Николаевский собор. Вот он. Тоже никакого просаживания грунта не наблюдается. Успенская церковь. Аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация. Вот по этому дому, если сравнить, который сохранился, вот он там двухэтажный домик. Как он был, так он и есть. Никуда ничего не просела. Культурным слоем не засыпала. Пожалуйста. Такие фотографии и сравнение других городов уже делали блогеры Алексея Ивановича Кунгура. В том числе очень много подробных по разным городам видео сделал подборок. Никакого культурного слоя за 100 с лишним лет не наблюдается. Дома не просаживаются во всех городах. Вот если они есть, окошки там закопанные, то за 100 лет никуда дальше ничего не продвинулось. Вот они есть в конце 19 века. Засыпанные. И в начале 21 века все тот же самый уровень. Что на склоне, что на равнине одинаково. Ссылка на этот сайт будет дана в описании. Вот он такой интересный город Ногинск. И название. Вид с Угора. Ну, то есть с горы. С Угора. У горы. Поэтому и финна. У горы. Это именно название местности. У горы. У горы. А не национальность никакая. Не народность. Вот так происходит подмена понятий. А теперь мы посмотрим видео Александра Раздерихина. Его съемки собора святого Николая в городе на Линске. Но Линске. И мои комментарии к этому видео. Александр обратил внимание на этот орнамент. Две волны. Кстати, этот орнамент повторяется практически на всех зданиях. Вот этого времени, 19 века. Ну, как наружная лепнина. Из кирпича в том числе. Две волны. Здесь они более гротескные. И сверху еще две волны. Здесь они тоже более гротескные. Обычно две большие волны и две маленькие. И по центру какой-то предмет все время находится. Здесь тоже вот некий предмет. Которые или хвосты, или ленты расходятся. Но он прорывается как бы сквозь вот эти волны. Или он является причиной возникновения вот этих волн. То есть вот эта структура символик. И она не случайна на этом здании. Предки что-то передавали таким образом. Обалдеть. Это как вот эта лепнина-то вся. Так. Вот здесь вот более понятно. То есть только две волны тоже гротескные. Большие. И там вот две они поменьше. И что-то падает в центр. И потом вот эти лучи расходятся. Лучи или хвосты, или что там. Что это такое обозначает. Это еще надо смотреть. Потому что вот подобный рисунок я вижу впервые. Ну и мы видим труба. Труба из окна идет. То есть кто-то обогревался печкой. Ставил для того, чтобы можно было использовать помещение. Значит сама система отопления здесь не предусмотрена. И в принципе и по истории этот храм. Написано, что он был холодный. Потом только там делали какой-то теплый предел. Значит храм, само здание. Вот если даже не учитывать лепнину. Лепнина могла быть поставлена позже. А сама коробка кирпичная, она не предусматривала отопления. И вон смотри тоже, Оксан. Арки вниз головой. Я вообще не пойму. Я первый раз такое вижу. Да, вот эти арки. Они... Вот я тоже первый раз такое вижу. Строение. В следующих видео будет видно, что там целый ряд таких арок. На протяжении всего периметра здания. Это для меня еще пока вопрос. И загадка следует... Ждет своего... Своего раскрытия. Здесь по рисунку кирпичной кладки также видно, что это украшение. Это всего лишь перемычка между этажами. Целый этаж вниз как минимум. Рельсы, смотри, швеллера уходят. Здесь тоже здание. Обратите внимание на качество орнамента. Посмотрите, какой труд. Вот давайте просто сегодня прикинем, если мы захотим построить дом. Вот у нас есть коробка кирпичная, а это облицовка кирпичная. Мы потом это увидим на других видео, что это именно облицовка. То есть изначально ставится кирпичная коробка. Возможно, задачи ставить эту лепнину не было у тех, кто изначально строил это здание. Но тем не менее, давайте посмотрим, какого количества орнамента, сколько нужно было из заготовок, форм этого кирпича, потому что это все сделано из камня, из кирпича. И полукруглые, и круглые, и маленькие, и большие. И подобный великолепный орнамент мы можем видеть на многих других заброшенных зданиях этого времени. Сегодня это называется церковью или монастырем, что это было изначально предназначение альтернативное. И исследователи считают, что это были заводы какие-то. Может быть, они выполняли роль объектов светского назначения, каких-то собраний, возможно. Но изначально они, по всей видимости, создавали, проводили энергию. Были заводами по производству энергии. Поэтому они, в принципе, сохранились в какой-нибудь заброшенной глуши. Где-то стоит вот этот красавец, уже так вот разваливающийся. Вокруг какие-нибудь хатки или вообще ничего нет. То есть каким образом, что это посреди полей лесов строили такие красивейшие здания. Да нет, скорее всего, просто все остальное не сохранилось. А вот это тот, кто уничтожал поселение, они оставляли это для себя. Для того, чтобы вот заводы по выработке энергии, они были. Можно было этим воспользоваться. Да, вот здесь очень хорошо видна труба, которая выходит из окна. И две волны одна. Первая часть волны, первая линия – это большая волна. И поменьше она в другую сторону идёт. И по центру что-то туда падает. Вот. И вот эта структура, которая вот эти волны разгоняет. Чётко показана какая-то катастрофа. И вот здесь вот тоже некое техническое, что-то техническое. Возможно, это сопла какие-то от летательного аппарата, который устремляется вверх. Вот оно летает вверх и устремляется вверх. И это символически показано на сандриках. Вот где вот камень-то белый, и рядом переходит современный кирпич уже. Обалдеть. Такая красивая летнина-то, да? Галина так унышённая. Да, правильно, Александр заметил. Вот про эти две волны всё время говорю. Вот там дальше видно, не показал он, поменьше волны. Но в данном случае ещё какой-то квадрат. Кстати, эти квадраты тоже встречаются. Надо будет ещё думать, что они обозначают. Вот это как бы вот такая чёткая, очерченная, чётко очерченное углубление. Ну, это конкретные волны. В чём они такие ярко выраженные волны. Не просто символические, а конкретные волны. Про волну-то вот эту, что волна-то потом это была. Вообще прикольно. Вот там. Две большие волны и две маленькие в другую сторону. И опять там что-то по центру идёт. В данном случае вот этот квадрат, он меня смущает, потому что я пока не знаю ответа, но будем искать. Значит, будем искать. Кто ищет, тот всегда найдёт, значит, узнаем. А пока предполагаю, что вот этот квадрат с углублением – это как бы ограждение города. Потому что на некоторых, например, на Псковских окнах Троицкого монастыря там показана звёздчатая крепость, тоже четырёхгранная. А здесь просто без вот этих треугольных углов крепостей просто ограждение, похожее на поселение, которое накрыло вот эти две огромные волны. Две волны. Мы видим звёздчатую крепость. Произошло две основные волны, которые обрушились. Потом ещё две поменьше. Или некая, ну, не знаю, взрыв, невзрыв, может быть, символика взрыва, который дал ещё две волны и разрушил города. И эту символику в том числе. Но вот эти волны, которые навстречу друг другу и расходящиеся, а между ними что-то там падает или причина вот этих вот взрывов, этих волн, расходящихся, исходящихся, она на многих орнаментах, на большинстве, скажем так, присутствует. Так вот эта глина-то комната, что всё снимают, проволнут. И уровень этого здания мы видим по периметру, как он равномерно, равномерно засыпан. И как мне сказал Александр, я у него спрашивала, там тоже глина. То есть по ходу я уже уточнение спрашивала. Так вот, чуть пропустила. Обратите внимание, это говорит о том, что изнутри коробка кирпичная, а снаружи она облицована кирпичом, вот уже вот с этим орнаментом, который ну просто изыск, изыск за изыском. То, что мы видели. Вот они полукруглые кирпичи, любые кирпичи, и орнаменты, окон. Но изначально вот эта коробка, и на других тоже разрушениях это видно, что был остов кирпичный, без всяких украшательств, а в толщину кирпича делалась обкладка уже вот со всеми вот этими деталями. Всё это снаружи. И теперь вот посчитайте примерно, прикиньте, кто знает, кто строит, сколько это будет стоить. Вот такое удовольствие. Это должны быть заводы и фабрики работать уже. Ну и какое-то производство по выработке любого вида кирпича под любой рисунок. Лего такое. А здесь глубокий подвал, да, у вас? Подвал-то у вас глубокий здесь, да? Подвал глубокий? Ну, у них там же печи отапливаемые. Печи отапливаемые? Печи, да я реализую, отапливаемые. Ага, то есть здесь везде подвал получается? Не только там? Нет. А там только там? Нет. Здесь плитка, по всей видимости, это уже новая плитка. Они положили. Итак, подвалы везде, под всей церковью. И они считают, что там эти подвалы созданы для печей, которые отапливали это здание. Но по истории, по исторической справке, здание было холодным и был только потом пределом, позже, тёплый предел. Соответственно, про печи никто ничего не говорил. Но печи поставили в засыпанный этаж, естественно, логично, для того, чтобы приспособить помещение под изменившийся холодный климат. Ещё немного по орнаменту. Вот что я заметила. Это первый этаж. Волны расходятся, и между ними, вот ленты какие-то, какой-то предмет падает сверху. Но если камера, вот камера пошла вверх, мы увидим, что наверху немного другой орнамент. Это Александр снял уже то, что видно под арками. Подвал, так называемый. То есть нижний засыпанный глинный этаж. Подвал на Ленинской церкви разрушен. Там арки ещё находятся за этими стенами. Это всё один комплекс, здоровый. Хочу обратить внимание на подобные окна. Это что, для монастыря мужского подобные окна делались? Вот такие высоченные. Это действительно похоже на какое-то общественное грандиозное здание, которое выполняло функцию, но никак не монастыря. Для монастыря кельи, небольшие окна. А вот эта вот красота для чего? Такое много света, высокие такие, высоченные. Причём это второй этаж, потому что первый он там, под землёй. Вон, видишь, подвалка вот эта вот? Да, вход в подвал. А эта-то свежая, так она уходит туда, вглубь. И арочки вот эти вот арки действительно очень, ну, странные. Надо будет ещё посмотреть подобные. Я вот вижу тоже первый раз. Такие арки. Вон, видишь, окна-то. Они что-то вообще, кладка в другую сторону. Оксанта, смотри. Кладка-то, вот эта вот, арочная, только она в другую сторону загнута. Я первый раз такое вижу вообще. Вот там. Клеймо, но клеймо прочитать очень сложно. Может быть, это наоборот, цифра. Может быть, это двойка, верх ногами. Двенадцать, вот как бы цифра двенадцать. И вот эти модилки тоже, да? А это, вы знаете, вот эти вот два. Вот они были перевёрнуты, и на них стояли печи. Мы были такие здоровые печи. Ага. Вот прямо на этом стояли печи, на как основании. Ага. Они сохранились, они в земле были все. А там что за модилка сзади? Это просто они памятники поставили. Просто они валялись в подвале, и мы их вытащили, эти памятники. А вот рядом с церковью копали водопровод. Так. И нашли буквально метр, наверное, с костей. То есть просто это вот. Это были в 80-е, конец 80-е, начало 90-е. Вот у нас там подвал есть? Скажи, что типа церковное кладбище. А прямо на территории церкви как может быть? Да, правильно. В смысле вот там. Захоранили прямо в кладбище. Мы там храним овощи, мы же еще и огород ссадим, чтобы кормить людей. У нас же каждую субботу мы работаем. А в губоте подвал? А? В губоте подвал. Туда заходим, мы там метра два мы раздавали. Обалдеть. Да. Вот он такой. И мы его углубляли, нам батюшка сказал, надо углубить. Вот настолько. А у нас клиенты работали, ребята. Вот там мы нашли три скелета. Кто такие эти люди? Что это такое? Ну мы никого не вызываем, ничего. Мы просто их складываем и потом подохраниваем снова. Либо вот начинаем убирать часть земли. Видите, вот он как бы, часть земли убрана, видите, высоты. Там вот около этих почему-то находились эти скелеты. То ли так хоронили близко их, то ли что. Есть и библиотеки у нас. Там все описано о этом храме. Все абсолютно. Там какой-то купец, в общем, пришел, все как бы отдал свое и пришел отстроить. Он упал, вот тут разбился. Вот где он открылся, якобы он тут упал. Но это все ведь по преданию. Ничего вот такого-то у нас как бы. История-то она есть. Есть какой он был внутри. А куда все это делается? В растащину. Он же с 36-го года закрыт. Его 70 лет в этом был закрыт. Людей в мещах отпишут по преданию. В алтаре, а вот это алтарь, там алтарь. Феодота, один алтарь, второй. А вот это куда ведут? А это вот туда. Нет, арка-то раньше была как-то сплошной. Она должна быть открытой. Ага, вся арка. А тут заложено. Ага. Какое-то заложено было в советские времена все. Ага. Пока так не оставлено все. К сожалению, очень плохо слышно. И качество съемки не очень хорошо видно. Тем не менее, мы видим эти арочные своды, которые, в общем-то, мощные, которые во всей этой архитектуре прослеживаются и 17, 18 и 19 века. Когда появилась вот эта кладка кирпичная, по всей видимости, когда появилась глина в избытке. То есть здесь вот подвал, под этим местным подвалом. Да, теплый пол был. Печей здесь не было. Все, теплый пол из-под пола там вот было. Ага. Я очень приветствую то, что народ сам начал обращать внимание на то, что многие десятилетия не видел и на засыпанное строение, и на подвалы, и на символику. Итак, по этому храму святого Николая города Нолинска обнуленного подвалы есть, печей не было, метровые слои глины есть, скелеты есть, неизвестные, неопознанные чьи-то останки. История храма есть, но ее никто не знает, а есть предания. Итак, повсеместно. Изучайте свои родные места, там, где живете, сколько всего будет открываться пытливому уму. Чтобы быть хозяином на своей земле, надо ее знать и понимать, чувствовать ее знаки и указатели, быть на одной волне. Тогда никакие паразиты не смогут ничего сделать. Благодарю за внимание, с вами была Галина Кунышева. Подписывайтесь на канал, ставьте свои оценки, оставляйте комментарии, всех вам благ.